Микс Ньюз Утро на Болткуме Мы продолжаем наше утро и в гостях у нас три человека это Влада Хмельевская руководитель латвийского этапа регата для незрящих парусов Духа, доброе утро Доброе утро Улдес Межелес, капитан экспедиции Здравствуйте И Тарья, папа, эстонская школьница Тарья Монни У нас Тарья не говорит по-русски мы ее будем переводить в случае необходимости Пройдет у нас буквально на днях регата для незрящих совершенно потрясающее мероприятие поэтому вопросов у нас море Наверное, первый вопрос будет господину Межелесу как это будет проходить, какие это будут этапы где можно посмотреть могут ли просто люди прийти или вы где-то у вас закрыт резервуар где вы там что-то делаете расскажите нам, пожалуйста Мы не хвалимся этим делом мы просто делаем хорошее дело вот как я все это понимаю и предпринимаю и передаю другим это просто хорошее дело это пункт номер один Второе как вы видите рядом со мной они не видят потому что они незрячие прекрасные девушки которые получают от этого всего огромное удовольствие но об этом они позже расскажут Третье почему такой формат ну не знаю почему просто пришло нам в голову с Олегом Колпачиковым руководителем значит моим другом руководителем из Екатеринбурга экспедиции что надо сделать вот соревнования на яхтах потому что у нас все экспедиции проходят под парусом как каждый год мы уже здесь находимся рассказываем но в этом году мы еще придумали шаг дальше что сделаем и парусную регату для для инвалидов для незрячих людей вместе со спортсменами чтобы не только была такая покаталка но и чтобы был реальный спорт реальная реальная соревновательный дух пришлось ли как-то яхты переоборудовать то есть со спортсменами вопросов нет как пришлось что пришлось поменять в самом оборудовании яхты например для того чтобы в принципе незрячие участники могли участвовать полноценно самое интересное то что ничего не пришлось поменять у нас очень хорошие спортсмены очень хорошие профессионалы девушки тоже почувствовали уже и они заботятся в первом месте у нас безопасность то есть если и что-то мешает выиграть классическую гонку то безопасность в первом месте они уступают они скорость сбавливают и все такое ну и потому и ничего не надо переоборудовать переоборудовать и когда будут проходить мероприятия мероприятия будут проходить завтра около Вантового моста в Кипселе в Яхлубе со скольки до скольки открытие в 11 сами соревнования с 12 до 2 потом у нас идет концерт потом у нас идет награждение будет выступать много людей будет много зрителей всех будем катать на катамаранах можно просто прийти посмотреть это бесплатное мероприятие абсолютно бесплатное на саму регату можно будет посмотреть именно с 12 до 2 да старт 12 примерно финиш планируется вы сказали что на яхте спортсмен и вот участник например я один из девочек одна из девочек ага то есть два человека обязательно это как ну конечно парой потому что у нас идет чтобы чтобы не было так что в первый раз яхты и сразу на соревнования у нас я еще устроил и недельный и спортивный лагер у нас они каждый день сейчас с этими спортсменами занимаются по 2-3 часа как притирка да тут надо было видеть еще как у нас за эфиром молодость мастерски разбирается с Владой Тари он их так раз в охапку привел они такие послушные Влада вам насколько комфортно насколько интересно насколько вам это нравится вообще зачем вам это да хороший вопрос зачем мне это почему они выращивают цветочки на балконе ну во первых выращивать цветочки я еще не пробовала наверное поэтому но на самом деле мне это за тем что каждый я сейчас второй год участвую хотя бы в экспедиции а такого плана мероприятия оно вообще первый год и первый раз происходит со всем обучением и для меня безумно интересно именно себе попробовать что-то новое и эти ощущения которые я получаю на регате на тренировках они в любом случае ни с чем не сравнимые страшно? нет абсолютно не страшно вот кажется что должно быть страшно а когда садишься когда ты доверяешь прежде всего я должна довериться спортсменам которые со мной но это не сложно сделать потому что там ребята действительно профессионалы молодые люди и с ними они настолько сразу налаживают коммуникацию с тобой настолько все замечательно проходит все тренировки несмотря на то что мне кажется они вообще первый раз с людьми с инвалидностью взаимодействуют насколько я спрашивала но само взаимодействие как мы на море вернее на тренировках взаимодействуем оно очень дорогого стоит для меня почему? зачем? для того чтобы развивать свои ощущения развивать способности к коммуникации много зачем? прежде всего для саморазвития для того чтобы не только а еще для взаимодействия с другими людьми для того чтобы и те же спортсмены мне кажется вот разговаривая с ними они говорят что для них это тоже опыт и такой необычный опыт и для них это тоже интересно взаимодействовать с людьми с инвалидностью и это цель нашей инклюзии инклюзивных мероприятий чтобы каждая из групп смены в данном случае или спортсмены или что-то еще они получали какой-то опыт взаимодействия и с нами с людьми с инвалидностями с незрячими потому что мы тоже у нас есть такие способности которые могут пригодиться им во-первых например мы ориентируемся хорошо в замкнутом пространстве у нас так как мы должны ориентироваться у нас хорошее в принципе не то что у нас у тех кто желает скажем не у всех незрячих людей а те кто активные которые желают способности концентрироваться память развивается Влада морские узлы вяжем пока еще нет потому что будем обязательно без этого никуда вот вы сказали про доверие вот это вообще в принципе доверие к людям оно как бы легко появляется или это надо еще заслужить вот с ясненами понятно нас замечательные чудесные ребята вы им открылись они готовы работать а как вообще в обычной жизни это происходит в обычной жизни это происходит очень легко сегодня я шла и в туннеле не помнила какой переход нужно перегодить чтобы попасть именно в общем около Макдональдса я просто спрашиваю людей я полностью сразу доверяю кто отвечает у меня за совершеннейшее доверие человек показывает потому что если ты не доверяешь миру не доверяешь людям прежде всего не доверяешь ситуации в которую ты попадаешь конечно сложно сложно ориентироваться ходить по улице это одна из наших преимуществ что мы доверяем очень быстро вот вы сейчас видели как Олдис берет меня и Тарю да в эфир ввел как котят на самом деле мы сами уиграем роль котят для того чтобы с нами было легко и чтобы взаимодействовать для того чтобы мне надо было чтобы мы послушно дошли и чтобы все было хорошо чтобы не было такого да где наши гости разбрелись где-то да давайте их искать да чтобы вот этого не было я поняла Тарья вы будете нашим переводчиком сегодня да Влада Тарья Папа вообще эстонская школьница которая участвует первый раз в таком мероприятии поэтому к Тарье вопрос не страшно ли было уехать и может быть вы вообще самая молодая участница я немножко боялась передвигаться но здесь прекрасные люди которые помогают мне отлично Улдис вам как вот капитану экспедиции не считаете ли вы что допустим это там слишком большая ответственность например да или какие-то моменты может быть вы не знаю не подрасчитали может быть да то есть всегда есть ну какие-то вещи о которых мы просто не подумали заранее потому что мы не знаем это правильно наверняка такие вещи есть но когда мы 8 лет назад начали это взаимодействие как правильно девушки сказали тогда я поставил на первом месте принцип это безопасность безопасность на море безопасность на шуши безопасность на корабле потому что все-таки мы едем на довольно большом катамаране экспедиция проходит на катамаране и едем довольно длительные переезды бываем в многих странах, то есть всякое может быть и погода может, и через плохую погоду ехали на море через штормы и так далее но если соблюдаем поставленный принцип безопасности на первом месте то как видно у нас очень хорошие результаты. Влада, что вы чувствуете когда уже вышли в море, уже идете под парусом? Влада, по-моему, еще не шла это первая экспедиция. Нет, экспедиция у меня была в прошлом году, я уже шла до Царема и поэтому я чувствовала сначала первое ощущение я говорю, было вообще первый раз на Катамаране, действительно, в прошлом году, если судить по первым ощущениям мне было немножко страшновато, что будет мне сказали, что если большая качка пей таблетку или две, иначе тебе будет морская болезнь и, конечно, это напугало если что, иди туда в каюту, там, отлежись это спит, ну, конечно но это было только ради моей безопасности потому что они, и так же, как и я они, это члены экспедиции заботились о том, чтобы мне было комфортно и так далее но интересно, что когда выходишь в открытое море там другие ощущения, такие сливаешься с природой и идешь как будто по волнам начинаешь чувствовать, как двигаются волны это незабываемое ощущение на самом деле и по-другому ощущение, чем на суше однозначно и кажется, что раскрываешься больше Счастье? Счастье есть Эйфория есть особенно ночью, когда сидишь на на палубе, как называется-то? Вахта Вахта Где-то я там сидела Да, где-то я сидела Сказали сидеть, что там жить Ну, я хотел добавить еще, да, Влада что ты уже сказала, что второе, на втором месте у нас на корабле доверие потому что, когда отходишь только от берега то все мы понимаем, что никому уже некуда деться то есть вокруг только море значит, что самое умное и самое правильное это довериться друг другу потому у меня на корабле всегда есть порядок что каждому есть своя задача они не сидят в углу если вы не знаете еще, да Каждый занимает активное участие учатся узлы, учатся паруса учатся управлять кораблем и занимают место в вахтах конечно, если плохо человеку и так далее он первый раз, то, конечно, он принимает то, что требуется в такой ситуации и никто его там не гоняет по кораблю шваброй, да? Правильно? Мы не раз говорим про экспедицию мы сейчас рассказали о том, что будут соревнования которые завтра, да, которые могут посмотреть все желающие но будет еще и экспедиция чтобы понятно было, это соревнование как стартовое выстрел экспедиции Куда идете? Экспедиция начинается в субботу и мы идем Идем Ура, просыпаться, многие слушатели Ура, просыпаться Мы идем, значит, начинаем экспедицию из Риги Сегодня, в этом году, начинается из Риги и мы уходим в Пярну в Эстонию потом Финляндия Швеция Дания Польша и так далее обратно Сегодня заходим в Калининград В Калининграде у нас проходит вот сейчас начинается другая этап экспедиции где мы вот Селсас перекатает детей по Калининградским каналам и что такое сделали просто я туда не попадаю потому что они перекрываются и третья экспедиция у нас еще пройдет в сентябре это будет тоже очень интересно и первый раз в мире такое мероприятие мы пойдем в Африку то есть по Средиземному морю начинаем в Турции идем мимо там берегов Сирии и так далее и идем в Африку в Александрию в Египте но это идете вы это не не вот не в рамках в рамках в рамках Влада просто слушайте у нас очень большие глаза сейчас мы просто с Настей сидим и думаем да может быть нам тоже в какую-нибудь сможет быть я думаю что обязательно каждому можно да вопрос к Тарье если есть еще эстонский эстонский этап почему она приехала в Латвию почему почему здесь решила снарфовать почему не начать с устой мне пришло сообщение в нем говорилось что начинаем с Латвии о Латвии говорилось я не знала об этом сайте но я думаю что в следующем году я буду участвовать в эстонском этапе это первый раз в Латвии? да и как первые ощущения было чудесно но это только вот в рамках лагеря да я так понимаю пока несколько дней да я отвечу точнее это просто Тарья приглашена на гонки как я говорил у нас два этапа гонки и экспедиции да экспедиции уже люди там записываются за год раньше да то есть Тарья будет участвовать сейчас Тарья учится вот неделю она в лагере в спортивном лагере находится и завтра будет участвовать в соревнованиях в регате а когда начинается экспедиция? после завтра после завтра в субботу да а вот в субботу после завтра после завтра после завтра Влад вы уже в прошлом году ходили до Сарем из Венспилса из Риги сначала а потом ну мы да да так очень интересно получилось что сломалась мачта в общем много интересных приключений на самом деле на море первый раз это не я это не я я просто сидела на чем-то на вахте мне странно сказали но стресс без стресса я так понимаю это не сложилось абсолютно вот эти гонки они являются таким первым этапом для того чтобы в следующем году или вообще в будущем пойти в экспедицию то есть ну это опыт который сейчас вот в рамках гонок да в рамках этого лагеря и в следующем году можно идти в экспедицию или в экспедицию может записаться человек который вообще ни разу на паузе не стоял независимо ты участвовал в гонках или не участвовал просто гонки как стартовый выстрел как открытие перед большой экспедицией потому что гонки у нас проходят в Риге еще мы делали вот такие соревнования в Финляндии еще в прошлом году если в этом году будут соревнования обязательно в Калининграде где мы обычно заканчиваем экспедицию ну да и сегодня в этом году тоже закончится просто мы туда не заедем на корабле приедем по сухопутным путям да но будем участвовать в этой же экспедиции у вас в команде есть еще кинодокументалист обязательно то есть это и какой-то фильм потом делаем фильм делаем ролики делаем где как я уже говорил у нас каждый занимается своим делом вот у нас есть два два яхтсмена я и мой помощник у нас есть фоторежиссер у нас есть кинорежиссер у нас есть фото-видеооператор да фото-видеооператор у нас есть и только дело кушать у нас есть все то есть команда это место где фраза не твое дело звучит не обидно да я поняла нет мы можем делать абсолютно все если мы это умеем здесь как раз наоборот мы можем себя во всем попробовать и вот как раз это все наше дело становится вот как раз здесь нет не моих дел если например я могу я готовлю я участвую с командой все что кто может все обязательно делает и в этом суть так же чтобы попробовать себя во всем напомню завтра 13 июня с 12 до 14 часов на Кипселе с Вантового моста в частности можно будет наблюдать я так понимаю пройдет латвийский этап регаты незрячих паруса духа обязательно приходите посмотреть я так понимаю что помимо этого еще разные мероприятия в развлекательной развлекательной и не только для незрячих и просто для потому что это для всех абсолютно незрячих здесь только как одна группа людей в том числе в каждом городе где мы будем высаживаться в Тарну, Турку и так далее у нас будут мероприятия на берегу инклюзивные инклюзивные это значит включающие в себя людей с инвалидностью и без инвалидности и эти мероприятия будут включать в себя мастер-классы например мы будем как незрячие прогуливать с завязанными глазами зрячих людей другими а здесь тоже мы будем делать обязательно приходите на мастер-класс это будет очень интересно во сколько мастер-класс мастер-класс будет во время регата будет на берегу также вот развлекательные мероприятия мастер-класс и вы не только будете лицезреть регату но вы сможете пройти такую мини тренировку почувствовать себя в роли там будет мастер-класс людей с опорно-двигателями нарушениями организация Мотосвита представляет мастер-класс, как вот на колясках, у них там свое у них там свои штуки у вас есть штуки у нас приходите у нас вместе общие штуки и у всех вместе общие штуки и затем будет большая экспедиция мы желаем большой удачи всем участникам напоминаем, что у нас гости у нас гостя была Влада Хмелевская руководитель латвийского этапа паруса духа Улдис Межер из капитана экспедиции Тария Папу это же эстонская школьница, которая будет принимать участие в регате для незрячих которая состоится, напоминаем, завтра